вот этот вот вам помощь. Сейчас сделаем еще раз. У меня какая-то удивительная способность, когда много палок, нужно именно обходить. Вот она сколько времени до этого не ткнулась в эту палку. Что она специально это делала? Она тоже не показала, что она ее нашла. Да, но вот поначалу сколько раз она тут прошлась по всем комплектам. Кроме нее. Именно она им не обходила. Она как-то и траектория. Да, она не обходила, просто такая траектория, действительно. Если вам нравится процесс поиска, перебора, она принципиально обходит, потому что запах уже не только топалки, он же облаком. Здесь может быть еще другое на самом деле. Она же когда нашла, она тоже не учила. Нет, в комплектной этой ситуации могу быть реально избегание из-за неуверенности. Время ее узнать. Здесь же может быть потому, что... Нет, я не про конкретное. Да, вообще. Потому что если бы она хотела, она батун запах поймала. Это однозначно. У меня, грубо говоря, сколько раз уже. Причем, что змеечка, что папочка его. Причем, ну, змеечка на соревнованиях, по-моему, падает. Да нет, тоже у него был на уровне национального чемпиона тоже. Что-то такое. Когда собаку отпускаешь на выборку, собака влетает, хватает полку и сразу прилетает обратно. Ничего не нюхаю. И я каждый раз там, сердце в пятке, берешь, а крестик-то есть. Просто, ну, если собак запах ловит издали, и она сильно мотивирована ему принести... Если она мотивирована на поднос. Да, на то, чтобы принести нужную. А я их уже все руками трогала. Вот, а тут бери. Ну, бери эту темно. Здесь вряд ли. Здесь такие оттенки. Вот. Я поэтому, ну, вот мы вот так вот учим в рядок нюхать по очереди структурировано, да, но я при этом ни разу не настаиваю на том, что собака должна все пронюхать до нужной, а потом только взять нужной. То есть она сразу знает, куда идти. То есть в этом упражнении не даем, а когда уже свободный полет отпускаем, там, я считаю, что как бы правильно нюхать умеет, то есть схема выхода из ситуации, где не знаешь, какая палка у собаки есть. Иди. Так, не давай мимо голову бегать. Клотни первую палку и убедись, что она нюхает. Нет, забирай, иди сюда. Забирай, забирай, забирай. Первая палочка, потом опять это все делала. Тише, тише. Я себе палец причинила этими дураками концертами. Иди сюда. Куда-сюда ходить не давай. Хорошо, что темно. Тише, тише, тише. Убирай. Подожди, положи ее. Парень у нас еще. Еще дома, видишь, одна. Она почему-то не берет нужную, совершенно специально. Да, но она, получается, как бы вроде возвращается, что запах чует, но не берет ее. Да. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Забрось ее сюда прямо на глазах сейчас. Ну, не имела в виду, что ты как-то запах еще добавишь. Ну ладно. Иди, иди ищи. Ищи. Тише, 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 тише. Иди сюда. Заходить нельзя. Ага, хорошо. Ищи. Обратно ходить не давай. Может, вообще подскажи, когда она не дойдет, чтобы она нет. Да, 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 да. То есть куда-то уверенно сделать. Либо в этой конкретной обстановке, либо в упражнении целиком. Не-не-не, уйди отсюда. Она у тебя, видишь, уже начала давно на руку смотреть. Отлично. Хорошо. Слушай, хватит. Она сейчас заводится, дальше начнется. С ней же нельзя много делать. Ложись. Угу. Так, скажи. Ну. Ну, вот это? Варианты. Ну-то я не вижу. Да, а чтобы не возросли. Интересно, как она тебя перед кусом, когда хочет отцениться. А ты упорно продолжишь класть так, чтобы она дотянулась. А если они дотянуть, они не смотрят. Уж мне эти суки, господи боже мой. Царевна, царевна, царевна погоняет. Вариантов нет. Ну, я их не знаю, потому что вопрос, видишь, действительно в уверенности, она здесь как раз хорошо строится. Научить, что у тебя нет шансов бегать туда-обратно, как бы тоже удобнее в ряду, а не в этой слове жопы. Видимо, вот так и играть пока долго. На самом деле мне чем-то упражнение играть, оно бесконечно. Попробуй посмешивать запахи. Если у тебя удастся наловить несколько человек, чтобы у тебя в одном... Когда несколько человек, ей проще. У меня тогда сомнений нет. Почему? Я делаю вот, не знаю, на свои палки. Ну, вот из дома привезённые, да. Ну, нейтральные. Вот у неё. Да, они нейтральные. У неё начинаются какие-то вопросы. Если все свои предметы чужие люди кладут, не палки допустим, не важно что. На предметах круче. Я говорю тебе про палки вот эти, когда на каждой там, ну, на каждых двух-трех палках отдельный запах, они все как-то в перенешку лежат. Почему? Потому что выборка из нейтральных, один горячий, легко. Да, из одного горячего и второго горячего своего, легко. Да, просто бери тот запах, который, ну, не вот этот уже. Да, ты первого понюхал, и дальше, в принципе, ты можешь с ней сработать. А когда много разных одновременно, то тебе приходится более вдумчиво как раз нюхать. На вещах проще. Я вообще не понимаю, например, люди делают выборку на вещах, потому что она элементарная. Вот. Она их больше собирает, как правило, наоборот. Они могут удивиться первый раз, но, честно говоря, у меня тут кто порыл изменечка не удивился. Потому что он делал выбор, там лежал номерок из гардероба, какая-то ещё херотень, свисток на верёвке. Постой. Уже кто-то домой поедет? Ещё чего-то? И он вообще не сомневался, что из всего этого нужно нюхать. Потому что он как-то, ну, ны-вот, ны-вот, ны-вот. На вещах легче. А? Почему на вещах легче? Я не знаю. Честно говоря. У меня пытались их купить, товарищи ведомственные кинологи, на том, что исходный предмет, звальники, а холмуты отвлекаются, если у меня пошёл, типа на большой отвлечётся. Им легче навещаться, не знаю. Может, они по-другому пахнут, но сильнее, чем палки. Упал пыль из оконов, и ровно, и не заходится.